всем доброго времени суток у нас но пока еще не все зашли но мы не будем ждать уже я бы хотела сначала начать с вас расскажите мне какие трудности были у вас на этой неделе когда нужно было перестроиться по вопросу питания мы должны быть с вами закрыть вопрос питания и пойти дальше скажите мне есть ли какие-то не получающиеся вещи я готова я не получающихся вещей куча но они все получаются потому что ну сказал есть значит есть на чем я залипла жизни это на любимом душистом чая сладком обязательно это ритуал вот его я лишена трое суток уже знаете сегодня уже легче а далее очень хотелось мороженого с черным кофе ароматным это я тоже делала для него такой подарок в общем лишена напрочь далее но в первые сутки голова даже болела вот под вечер особенно именно опять же лобные доли я понимаю что магийщики просят моим показан большой кукиш судя по всему я выдерживаю я на самом деле герой вот знаете ли это самое это главное что выполняет я упражнение дыхательные я стала очень хорошо дышать красиво дышать на 3 день сегодняшнее утро итак я употребляю капусту свежающую допустим чуть-чуть то есть все получается зеленым абсолютно вся пища зеленая авокадо вот сегодня немного конечно всего понемногу я счастлива как никогда легко продерживая потому что видимо поддерживает что очень сильно каждого из нас но у меня во всяком случае точно данный день вот такая рука потянулась я вспоминаю мороженое я не ела мороженое и она теперь не ест мороженое ну дочка а теперь и дальше не ест мороженое вот так действительно можно заменить и почувствовать себя вот я почувствовала себя супер человеком всего за трое суток представляете на пони самую себя я справляюсь и я думаю что через неделю я буду стройна как березка это реально для меня это важно вот пока все то есть трудно но абсолютно возможно а такого чтобы жареную картошечку вы знаете очень захотелось конечно поперла сразу на все чего нельзя и что ты вообще давно не ел ну почему же нельзя то господи например не жареную а отварную отварная с майонезом футбол 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 а кусочек то хлебушка то свежего с маслицем то это тоже было все было бы было бы трое суток назад вы знаете полная разухавистость полное непонимание когда я вникла в группу крови номер один которой я владею которые мной владеют и внимательно посмотрела все таки степень нарушений которые допускала в общем то я злостный нарушитель просто злостный нарушитель я про свою грудь короче я на нее наплевывала и сказала так проживешь как-нибудь вот так было а сейчас очень захотелось выравниться строиться прочувствовать ее побыть ею своею кровью чистой не было жареной крови главное чтобы осталось желание остаться ей ну как-то оттолкнуться от нее и стать самой собой а не кровью но так вторым этапом все равно пока группа берет вверх ведь наверное я еще не сильно перехожу на вторую на третью и четвертую иногда бывает но это по задачам спасибо большое что вы слышите по поводу ну ладно мороженое там кофе это на наркотик ладно конечно а вот вы мне все самый первый день вы мне создали такую планку но которой соответствует тело человека обладающего всеми необходимыми веществами при этом не обладающими токсинами практически вообще ни в каком проценте и при этом это тело молодого человека вот то что вы у меня просили в первый день нейросвязь у вас сформирована она пока еще не получает никаких импульсов вы ей не занимаетесь вы ее не кормите вы ее не поддерживаете потому что слишком заняты заняты чего пожрать но когда вас попустит вот это вот рефлекс хищника вы почувствуете что тело вам отвечает то есть вы будете чувствовать легкость в движении в в основном вы можете фиксировать утром когда идете в душ вот в душе вы понимаете вы легкие сегодня или вы мешок с какашками вот когда легкость присутствует утром вечером следующее утро она становится легче вот когда это состояние будет фиксироваться у вас сознательно ваш ум должен понять что это не страшно это не больно и это даже неплохо вот когда он будет эту фиксировать каждое утро и ну и хорошо бы если бы еще и вечер потому что вечером навряд ли вы же запихиваетесь всяким но даже если вы ничего такого там плохого не съели все равно вы толкаетесь там пол ведра капусты еще какие-нибудь два ведра чем-нибудь еще ну вроде как полезным но два ведра и после этого легким быть вы не можете потому что желудочек ваш который говорит я сейчас мы будем восстанавливаться он в течение дня начинает вас сжиматься потом поступает два ведра и опять его растягивает он такой ё-моё опять я колобок но тем не менее это хорошо переваривается быстро поэтому вечером навряд ли будет легкость ну надо к этому стремиться а утром фиксируйте каждый день стали ли вы легче сегодня чем вчера потому что когда вы становитесь легкими у вас начинает активироваться дополнительная энергия которая уходит на переваривание пищи она остается высвобожденной то есть она свободная а свободная энергия она поступает она сохраняется в мозгу всегда и тогда мозг ее направляет это биологическая естественная функция он ее направляет на те доли мозга которые у вас остаются для вас более безопасными ну то есть это язык мозга да когда язык мозг смотрит на вашу интерпретацию реальности он говорит много денег иметь это опасно то есть сразу много денег вы не получите это понятно иметь вот такого мужа красавца который отвечает всем стандартам тоже опасно ну большинство людей это так там допустим иметь собственный дом вот с такими такими там будет конечно много расходов на сад на огород там найти на прислугу на на бассейн на все дорого и тоже и тоже как бы неизвестно смогу не смогу заплатить тоже подпадает под уровень опасности а иметь внутренние способности какие-то это денежно не затратно это не угрожает вашей жизни и при этом от вас никакой отдачи не требует то есть это в принципе идет под категорию не опасно и поэтому свободное электричество которое у нас остается она поступает вот в такие области и у вас начинают просыпаться те вещи которые мы с вами провели по новой нейросвязи то есть вы питаете таким образом свою потенциальную способность и она начинает увеличиваться есть ли какие-то закорючки у кого-то еще три дня это конечно мало я ожидала два дня но мы будем ждать давайте закорючки вы бояга против да все много администрации но тем не менее кричит начинает отчувствоваться вот так вот 6 часов 6-7 два ведра саната кристина у тебя очень плохое соединение ты у нас плывешь и мы тебя не слышим не понимаем ты лучше сюда не мяукай ты в чат пиши напиши лучше так давайте по поводу вернемся обратно к ане да а не было смотри аня тебе понадобится как минимум 6 дней это критический период потому что ты тяжелый хищник ты такой злостный хищник и тебе нужно будет привыкнуть психологически то есть такой вопрос что тебе нужно для того чтобы ты стала живой здоровой и стройной ну как минимум вот это тебя должно удерживать ежовых рукавицах как минимум 7 дней человек который не злостный хищник ну просто безалаберно жрет ну так ну вроде как не очень вредную пищу ну так ну вот как дарья например ей потребуется и любому человеку это вот люди делятся на две категории у кого-то 7 дней у кого-то 3 дня не бывает 2 дня не бывает 5 дней всегда либо кризис 3 дня либо кризис 5 дней 7 дней поэтому тебе понадобится 7 дней чтобы ты держала себя в руках вот чуть ли не запечатывай себе рот не выходи на кухню закройся в одной комнате и пусть тебе приносит то что тебе можно и столько сколько можно если ты будешь понимать думать что у тебя голова болит от голода она у тебя болит просто от мысли о еде ты слишком много об этом думаешь ты этого ждешь от ожидания ты устаешь когда человек сильно устал у него начинает болеть голова это такая логическая цепочка которая происходит у всех абсолютно а человек думает если что-то начинает болеть надо что-то съесть тогда становится лучше кто-то ест таблетки кто-то ест еду но на самом деле в эффект происходит один и тот же что-то съел психологически удовлетворился и у тебя все прошло люди которые ели мясо расскажите мне ваши закорючки на чем вы цепляетесь я вот ела мясо но сейчас я мясо не ем у меня вот у меня такая ситуация первый прием пищи у меня происходит либо в час либо пол второго я спокойно совершенно до этого времени доживаю легко себя очень чувствую но я там пью соду и потом уксус если последний прием пищи 8 часов то там достаточно большой промежуток очень легко проходит у меня ничего не болит но я чувствую что я пухну вот какое-то такое внутреннее ощущение как будто меня расстраивает я становлюсь шариком во всех местах и мне кажется что в свой вес я вот таким образом как-то и набрала то есть чем выше вибрация что ли тем больше меня становится какая-то вот такая на самом деле все намного проще когда мы выдерживаем режим 8 часового интервала у нас в данном случае и при том поступает уксус не в соде дело дело в уксусе когда поступает уксус он начинает разжижать каловые камни и вот эти массы которые у нас лежат и первое расширение начинается в области вот детали дальше потом поднимается отечность и отечность она конечно же задевает всю лимфосистема реагирует поэтому общая отечность воспринимается как пухлость на самом деле вот глядя на вот это лицо я могу сказать что здесь жира практически нет это отечность весь лишний вес это целлюлит и отечность целлюлит и жир это разные вещи если не знаете поэтому в нашем случае нам сейчас нужно просто делать акцент на почках питание для почек и делать так чтобы не было отеков а после 8 часов интервала начинаем есть и едим до самого сна или как нет ну вот например сегодня я первый раз поела в час и затем я поела пол седьмого два раза то есть с утра сода потом ултус потом в час овощи и вот вечернюю пью все а вечером кто был кто был вечером сегодня была картошка правда в обед капуста а вечером картофель расскажи как по его картофель вы знаете кто вас пристрастил к картофелю и зачем нет и зачем первым основным поставщиком картофеля в россию это был петр первый он ее ввез сюда потому что когда он путешествовал он увидел как усмиряют рабов и в африке рабов вскармливали картофелем они им каждый день давали картошку и рабы никогда не восставали никаких проблем с ними не было вообще в россии постоянные митинги постоянное восстание то там дайте нам это дай то туда сюда и все и все не так как он хочет и он привез русским такой диковинный фрукт овощ да посадил его а люди до этого ели репу все время когда он привез картофель они стали его есть и с тех пор не останавливаются это происходит по причине того что картофель вы знаете что он содержит большое количество крахмала крахмал в соединении с картофельным соком который выделяет этот овощ он заделает человека очень сильно воздействует на нейроны головного мозга и человек просто тупеет у него очень сильно отупляется способность к анализу он не может видеть здраво он видит только он воспринимает все что он слышит и видит только то что он на основе того что он услышал он может видеть подтверждение все что не соответствует подтверждение услышанного то что ему сказали это сразу автоматически отметается он думает даже что он просто даже этого не видел поэтому когда приехал картофель стали развивать радио очень сильно было развито радио потому что при данной структуре питания людям нужно было что-то говорить и на что-то их настраивать когда картофель попадает внутрь организма у человека есть ДНК картофеля но в человеческом теле она не должна превалировать а в нашем случае если мы потребляем картофель мы видоизменяем эту ДНК и она становится более сильной то есть она превышает не просто ДНК человека она превышает ДНК тыквы она она становится более активной более агрессивной а это говорит о том что человек становится иммунные функции человека очень сильно снижаются я уже не говорю о том что крахмал сам по себе очень плохая вредная штука для кишечника но те могильщики которые там живут благодаря этому крахмалу картофельному поражаются благодаря этой смеси которая есть поступает у нас в нейроны мозга они управляют человеческим мозгом и до тех пор пока вы будете есть картофель вы будете овощем в руках микробов которые живут в какашках которые вы носите годами я думаю что перспектива быть таким веществом не очень правильная елена можно вопрос а сырую картошку можно кушать ну какая разница сырая она или вареная вы понимаете это овощ который является ядом для человека я вам не говорила еще о том что если вы поищите где-то в интернете сейчас уже на открытый доступ вышла информация о том что обнаружено самое ядовитое животное это животное его нельзя употреблять ни одному человеку на планете и даже животным его нельзя есть другим животным это курица у курицы полностью несовместимые химические составляющие кожи с ее мясом мясо с ее соком и люди которые ее едят они должны кончиться причем очень быстро но вы видите повсеместно по всей планете ее люди едят курицу это самое считается по гастрономии считается самое легкое мясо да насколько я так слышал вас кормят курица вас кормят картофелем вы сидите и все принимаете вы едите то чем вас кормят информационно физически морально принимайте все что вам дают и никто в этом не виноват вы едите это добровольно и вы добровольно из-за этого не можете мыслить адекватно Кристина пишет я вам 1-2-2 день утром всегда 1-2 Кристина молодец у Кристины подготовка только психология не присутствует а физиологически Кристина готова на молодец я еще раз вам скажу что вам когда будет тяжело и будет казаться что вы голодные дикие злые поймите что это только психологический настрой потому что телу человека еда не нужна вообще это просто привычка если вы себе позволяете этой привычке развиваться ну удовлетворяйте себя так если у вас понятно если бы у вас был какой-то генератор рядом который бы вас там праной напичкивал еще помимо еды то можно было бы получать удовольствие если бы ваше тело было готово и к тому и к другому но в суровых условиях в которых живете вы такого возможности у вас нет поэтому используйте просто то что у вас есть делайте меньше действий которые делают вас овощами по жизни я хотел бы спросить еще тоже первые дни на капусту напал съел ее прям очень много потом встал старая второй день и понял что много капусты просто в меня не влезет в том плане что только на одной капусте я начал делать фреш и фреш пил морковный но он сладкий у меня со слизистой немного проблемы были сейчас как бы все хорошо но вот пью морковный сок и сегодня еще в салат не удержался добавил помидоров у меня группа крови вторая там вроде как бы не рекомендуется насколько это принципиально не принципиально но это принципиально потому что ты киснешь а когда ты кислый начинается нагноение того что ты съел то есть то что ты съел вместе с помидорами оно будет гнить внутри и в кишечнике то есть это будет равносильно потому что ты кусок мяса положил туда это кислота выделяется есть такие вещи несовместимые как у кого-то считают что у тебя или на них аллергия просто она в крови морковь нет морковь можете пить все морковь она она не содержит фруктозу и она не содержит сахар это ее жидкость морковная поэтому и морковку можете я даже больше вам скажу если вы а зачем вы едите много капусты я же не говорила есть два ведра нет это в первый день такое было сейчас я вообще как бы в обед вчера уже обошелся фрешеный горстка орехов сегодня ну уже сейчас уже значительно резко все снизилось как бы и уже желание сильного не возникает много кушать и вообще кушать и 16-часовой перерыв получается делать а спишь ты хорошо? да ну пять что-то начал вставать раньше в это время не просыпался а так но сегодня правда семь с лишним стал Ринат тебе нужно добавить физическую нагрузку я плаваю минут по сорок спортивным стилем каждый день каждое утро нет ну не только так что прям сильно устаю я вам говорила мальчикам нужно или не вам приседать приседать да мальчикам нужно приседать минимум десять раз если получается десять раз но устаете сделайте попытку сделать утром и вечером вот так вообще в норме было бы хорошо если бы вы дошли до ста до ста в день сто приседаний в день и вы идеально здоровы до двухсот лет но единственное что вас может сломить если будете есть мясо будет рак а так в принципе вы не убиваемые вообще нам нужно а есть у кого-то проблемы с венами с сосудами ну вены варикоз есть у кого-нибудь нету все хорошо да у меня если ну у меня такой слабый вот смотрю сетка такая так скажем на голени она потемнела тебе нужно подниматься на носочки и падать всем телом на пятки и вот так вот в минуту в минуту должна один раз подняться опуститься всем весом и снова подняться то есть по несколько секунд у тебя там секунд 25 должно быть наверху постояла ноги напрягла мышцы напрягла потом расслабила и уронила все тело на пятки вот так вот около пяти минут в день что сказал кто-то другой говорит так ну про вены про вены я сказала у тебя что оксана вены у тебя сосуды сосуды где сосуды на ногах то же самое вставай и кидай себя на пятки так оксана сосуды тебе нужны синие ягодки любые прям вот везде в капусту их кидай в морковку я не знаю со свеклой едят не едят так же просто их не съешь много ну так чтобы они у тебя были прямо раза два в день синяя ягодка любая может быть она любая синяя ягода содержит масло а тебе нужна у тебя сосуды они сухие слабые тебе нужно вот такое масло биологическое обратите внимание четвертая группа крови вам нельзя оливковое масло и кукурузное не кукурузную муку ничего то связано с кукурузой александр а че ты ешь тушеные овощи ты от барашка давно отошел у нас почему ты ешь тушеные овощи ты сегодня что в молчании а да нельзя тушеные овощи тебе ешь сырые ну попробуй ну попробуй давай попробуем хотя бы три дня давай не сможешь тогда пойдешь на тушеные как считать шестнадцати часовой промежуток между приемами пищи нужно когда вы поели и есть закончили как правило как правило заканчивать вы будете есть через часа два потому что вы если вы здесь день не ели вы возьмете какой-нибудь маленький кусочек съели больше не влазит но вы понимаете что вы еще не можете остановиться вот этот вот голодный хищник он будет просыпаться по мере поступления еды как только вы еще кусок съели чего-то еще затолкали там тарелочку маленькую еще подождали потом понимаете хотите другого вкуса там сладкого пошли морковки натерли еще морковки взяли еще захочется еще какого-нибудь вкуса пошли миндаля набрались ну к примеру и вот когда вы поняли что ну уже все вот сейчас можете остановиться вот с этого момента начинайте отсчитывать шестнадцать часов как правило у вас будет получаться на приходится следующий прием или через прием вы будете получаться там на ночь у вас прям часов три ночи я не рекомендую просыпаться есть в три часа ночи если можете выдержать ешьте с утра если нет тогда ешьте вечером просто раз в день вечером и все у кого варикоз на левой и на правой ноге на руке на шее встаете на носочки кидаете тело на петки мужчинам с варикозом у нас есть мужчины с варикозом вам противопоказана штанга в спортзале вам противопоказан вообще спорт в спортзале вы должны использовать только вес собственного тела потому что ваши вены они ну они не выдержат нагрузки на когда будут отходить токсины плюс к этому всему еще нагрузка в спортзале и будет не будет вам счастья ягоды синенькие у кого сосуды вам нужны ягоды у кого просто вены ягоды вам не помогут вам нужно просто дренаж вот такой кидайте себя на пятки голодных хищников не кормить продержитесь максимум 7 суток вас отпустят это привычка ну а ты приседай три раза по десять с промежутком давайте я вам еще раз напомню специально для хищников вы все это делаете я вас насильно заставляю быть человеком потому что все что вы делаете вы делаете сейчас для себя когда у вас будет легкое тело вы будете его чувствовать когда вы чувствуете тело у вас в теле содержится информация самая важная информация о вас как о веществе в космическом пространстве скажем так эта информация называется геном человека и как только вы начнете чувствовать геном человека вы поймете что вы не одна форма вот которую вы себя собой называете вас отпустит этот самый сильный глюк который вас ограничивает ограничивает ваше сознание что вы есть вот заточенные вот в эту вот мягкую не приспособленную к жизни форму и когда вы получите доступ к геному капсула времени вам ответит на это то есть она у вас скроется и тогда у вас уже не будет каких-то определенных ограничений допустим когда вы перейдете на питание прана и у вас не будет необходимости ну хотя бы зависимости у вас не будет от внешней среды внешней среды я называю не только питание внешняя среда это определенный воздух которым вы дышите это количество сна которое вы сейчас потребляете для восстановления внешней среду я также называю людей которые вас окружают у вас не будет от них зависимости вы будете свободны и когда вы свободны от всего что вы видите чувствуете ощущаете переживаете это вам даст возможность прикоснуться соприкоснуться с бессознательным поэтому у тебя весь вопрос упирается в деньги это психологический вопрос тебе нужно просто поменять тактику мышления взгляд на жизнь поменяй свой взгляд на жизнь приставь напиши себе список и расставь приоритеты вот это для меня важно это не очень важно есть важность и есть что то что скажи мне что для тебя самое важное вот для тебя как для человека который живет последние сутки что для тебя важно вот основной приоритет чувствовать второй приоритет видеть третий приоритет это быть адекватным то есть понимать что ты видишь и что ты чувствуешь это у тебя уже есть и это прерогатива должна оставаться всегда все остальное оно должно только подчеркивать эти три пункта если она не подчеркивает эти три пункта тебе она в жизни не нужно психологическая зависимость от информации которая подается вам с помощью сми проходит таким образом простым помню всегда эти три пункта и отвечая на вопрос подчеркивает она это или нет понимать что ты почувствовала что ты увидел но осознавать просто осознанность желание большое желание иметь деревянный дом в большой красивом месте ирина у тебя есть возможность сейчас встать чтобы я тебя увидела хотя бы в отражении в зеркале например вот чуть подальше дайте ну понятно все садись садись ирина муж у нас есть нет мужа ну мужчина есть он работоспособный как мужчина или нет как мужчина вот физиологически хорошо тогда тебе нужно нам нужно запустить гениталии нужно чтобы там кровообращение усилилось любыми способами усилить кровообращение матки в придатках и сделать яичники рабочими когда яичники станут рабочими тогда ты не просто дом захочешь а ты его увидишь у тебя будут средства на это ты его купишь и и и мужчину поменяешь потом но у тебя вопрос тебе нужно разогреваечники там все стоит стоит давно да ну елки-палки ну что без мужчины никак не обойтись это ладно мальчики недоделанные девочки а девочка можете сделать все еще есть у кого-то посмотрю но если вдруг мне что-то понравилось и пока там у меня может голова перестраивается у меня начинать начинают трястись вот коленки как в детстве вот такое возникает ощущение хочу и я понимаю что я хочу это да я покупаю уже не знаю нужно мне не нужно но вот от этого бы я хотела избавиться точно чтобы город все-таки более ну здравом состоянии при выборе чего-то дайте мне пример что например я хочу они они вот допустим сегодня я мерила ну хотя я сегодня в план оставила купить пуховик сегодня что похолодало ну как бы такой одежды нету теплой померила ну я не могу сказать но я вышла и я понимаю что мне начинают трястись коленки с магазина брать не брать ну не сказать что я там вау да что он такой крутой я пошла купила вот сейчас думаю окончательно решение приму завтра утром правильно я сделаю или нет ну это это не только вещей да это можно допустим каких-то продуктов тоже да ну ну неважно это там для работы там раньше занималась бизнесом если я видела качественное что-то такое качественное самом деле качественное вот у меня начинает трястись коленки это вот как получается как символ что ли и все я понимаю что да это что-то хорошее для меня и это бюро ну как может быть физиологически невозможно мне тоже интересно просто хотелось бы чтобы это все-таки здравое решение потому что мне кажется что в тот момент я не контролирую ну не то что не контролирую не осознаю количество мне нравится я то я вау хочу и беру назвать насколько или на на давай по-деревенски или на как как коленки могут сами по себе трястись если они вставлены в ноги ну я предполагаю что это может быть нервная вот именно кожная реакция или это именно прямо мы мясо давно ели встать можно есть возможность что а задом повернуться можно нет вот боком боком в боком и они другим боком здесь тень не видно на черном фоне вот так стой подними лучше руки наверх руки наверх опусти руки садись тебе нужно найти смотри здесь такая ситуация происходит у тебя нарушение позвоночных даже скажем дисков не просто позвонков и дисков случае когда ты испытываешь какое-либо волнение эмоционально сильное нервы которые проходят по столбу они у тебя дают сигнал они проходят как вспышки и вот на том месте где у тебя диски поврежденные в этом месте у тебя начинает замыкать то есть это вот коляночная реакция это нарушение в системы позвоночника тебе нужно найти я не знаю остеопаты не хорошие люди но где-нибудь а знаешь есть такие сейчас машинки машины которые одевают перчатки и делают с электричеством массаж легкий но с электричеством вот тебе бы могло бы он выглядит как чемоданчик надевает перчатки массажисты делает постепенно там на разные уровни электричество подаются тебе нужно на уровень 9 11 вот так не остеопаты не хорошие люди не ходи туда не ходи к нему не ходи к остеопатам они это мясники они делают не а которая ну к ее к ее сакральная вот это называют самателлаханного принципа то есть такое ну медленное очень главное движение это не то что ломается это не ну хорошо не ну если тебе комфортно если тебе приятно и главный эффект есть то ходи если эффекта постоянного нет а постоянно надо ходить то это бизнес смотри по поводу по поводу хочу это другая история у тебя ты хочешь тебе нужно научиться смотреть на вещи безэмоционально вещи это просто вещи если ты купила заплатила много денег ее испортили что с тобой будет при этом прежде чем купить вещь ты должна у себя в голове прокрутить эту ситуацию если она сломается если она порвется если она испортится что с тобой будет если ты понимаешь что ты очень плохо это переживешь откажешь если ты не готова если ты понимаешь что ты купишь допустим машину купил я тебе ее взорвали ты это переживешь плохо переживешь если очень плохо переживешь не покупая такую машину ну в любом случае психологически ты должна понимать мы твоя задача основная задача сейчас для того чтобы ты стала человеком найти ровность во всем поэтому любые вещи которые тебя выводят из себя положительно либо отрицательно должны отсутствовать в жизни пусть самое главное быть ровным если с костями не разберешься можешь прийти ко мне на прием я тебе сделаю за два дня ирина как не проснуться не заснуть значит в 9 вечера ты идешь берешь стакан чего-то разогретого тепленького тепленькое пьешь из трубочки а что-то горячее держишь в руках разогрей за кипяток налей кипяток стакан воды возьми стакан с кипятком в руки а из трубочки из другого стакана пей теплый морковный сок когда ты это выпила у тебя когда ты пьешь это все ноги должны быть в теплой воде стоять в тазике с горячей водой когда ты пьешь ноги в горячую воду выпила ножки вытерла в кроватку легла под одеяло и заснула нужно же тазик вынести не нужно пусть стоит под кроватью чем спать мешает ну стоит пусть остынет и все ноги вытерла и легла спать утро вынесешь здесь после биологических когда мы нагреваем основные точки тело расслабляется в момент когда ты расслабилась нужно сразу лечь спать если ты пойдешь выносить тазик ты опять активизируешь остальные ненужные точки и опять не уснешь можешь еще сделать согревающий крем на ноги и носочки одеть сразу после горячей ванны это заснешь это продлит у тебя период расслабления да да абсолютно ко всем это биологическая функция искусственного засыпления когда приводят детей допустим нужно сделать замеры мозга ребенок днем не может спать или утром он пришел голодным понятно его не кормили то его сразу делает вот такую вот стимуляцию и укладывают спать он засыпает елен а в это время пробуждать женщину или куда в какое время нет ну женщину надо пробуждать где-нибудь к вечеру часов шесть-семь пять ирина посмотри на меня ты видишь уровень моей попы ты видишь здесь тебе нужно брать какую-нибудь неудобную табуретку женщины все запоминайте берете какую-то неудобную табуретку садитесь краем краем попы сейчас я вам скажу кости как они называются так у коровы вот есть такие кости как у клячи знаете вот у нас тоже такие есть тазовые кости вам нужно сесть на эти кости и получится так что край этой табуретки будет захватывать там где находится влагалище и вам нужно просто сидеть и перри как-то найти положение что вы вот делали какие-то легкие движения и у вас начнет там становиться все живым вот но надо поюрзать вот на этом месте и вас сразу отпустит вот это вот логическая цепочка при большой попе изначально может быть и неудобно послушайте меня все женщины если вы садитесь вот я например вы видите я сижу на железной этой штучке вот она железная несмотря на то что мягким попом легче костяным попом труднее но на самом деле если мы берем деревянную табуретку на деревянной либо на пластиковом стуле очень очень удобно вы садитесь начинаете вот этого движения делать и вас сразу начинает отпускать потому что кровь приливает туда кровь приливает от мозга она приходит на туда на гениталии когда активируется у женщины гениталии она перестает думать она не может чего-то хотеть она не понимает ну то есть она не может делать аналитическую работу при этом но в этом есть большое преимущество например когда встает вопрос о разрешении у меня из жизни я вам расскажу когда у меня был такая ну когда-то у меня я не буду где где это было это были просто переговоры там присутствовали мужчины внутри не было женщин тогда в этом бизнесе вообще и мне нужно было принять решение решение к которые мне делали она не удовлетворяла ни компанию не меня в частности вообще но отказать я не знала как отказать потому что если я сейчас скажу нет это была бы война с нашей компании а компания была большая и тогда присутствовали международные менеджеры при этом все я не знала просто что мне делать я не знала как мне сказать нет чтобы не было войны и не была готова сказать да потому что мы бы уже проиграли и я просто тогда села на у меня было кресло правда не табуретка я села на край кресла и вот на этом кресле я вот вот делала вот такие движения у меня полностью отключились мысли потом я каким-то у меня кресло поворачивалась и каким-то непонятным образом это кресло просто стало разворачиваться и отвернулась я сидела и смотрела у нас за окном была помойка на заднем дворе у меня мысли полностью отключились я просто сидела и созерцала эту помойку потом я слышу они говорят сзади один другому говорит видишь она не она не ей кажется мало она не согласна и кажется мало а мне не то что кажется мало я вообще я вообще в принципе не не знаю что мне сделать как никак не вообще сейчас отсюда выйти живой чтобы там ребята были серьезные такие это было лондонская биржа и ну и там просто убивали людей если они им не давали достаточно денег там или просто их неправильно ими распоряжались в общем когда такие товарищи сидят я слышу одним боком говорит и и ей кажется мало он говорит ну давай дадим больше и им кажется когда я отвернулась я просто сижу смотрю на помойку и делаю вот так мысли у меня отсутствует полностью я просто присутствуйте телом женщины все им кажется что я что-то там у меня в голове зреет второй говорит она вынашивает план это сейчас повернется против нас я тебе говорю отдай отдай все что она хочет иначе все это против нас повернется в итоге я слышу он говорит хорошо и дает третий вариант я не знала что есть у них еще может быть третий вариант и он был для нас очень даже приемлемым потому что у нас в контракте который был до этого маленькие буквами прописано было в случае если мы у нас есть такие права они об этом то ли не видели то ли забыли то ли потому что контракт был подписан на счет три с на годы до этого до этой встречи и когда они дали нам третье решение я повернулась на кресле глаза у меня были такие знаете женщина которая хочет очень сильно мужчину и вот как будто она уже практически с ним вот уже рядом находятся такие вот глаза вот такие вот еще нет да ну уже где то вот такая вот и вот лицо такое довольное повернулась у меня они говорят вот наконец она согласна и ждут моего слова да или нет я единственное слово на всей этой встрече сказала да они подписали бумажку и ушли это если бы я сидела напрягала ум пыталась вести переговоры или что то делать я бы никогда в жизни не договорилась с ними до такого вот до такого состояния потому что единственный вариант который был у меня это полностью отключить мысли и тело должно совершить свою работу а тело она всегда стремится к комфорту поэтому не у человека не если вы женщина не у вас должна голова болеть о том как вам самих себя обеспечить у вас есть тело пусть эти вопросы решает тело не мужчина должен решать ваши вопросы а ваше собственное тело избавиться от желания всем помогать не переживать за всех это кто видеть можно помогать покажите мне или на тебя очень развитое чувство очень низкой степень эгоизма и очень развитая чувствительность вот эта чувствительность она у тебя настолько развита что ты чувствуешь других людей ты чувствуешь там вот все все вокруг даже неживой предмет ты можешь почувствовать я тебе так скажу вот это на самом деле хорошо низкий степень гордыни низкий степень эгоизма ты вообще дошла до той стадии когда человека можно назвать человеком вот сейчас единственное что тело немножко тебе подводит с этим вопросом потому что у тела нервная система очень оголенная скажем так ты видимо в жизни чего-то пережила очень много не очень красиво и вот это вот оголенная нервная система она осталась оголенной а ее бы нужно проводкам нужно сделать изоляцию тогда ты перестанешь реагировать у тебя очень сильно развита реакции но на фоне того что ты эмоционально воспитанная ты не позитивно правильно воспитаны это тебе позволяет не бросаться на мир а наоборот в обратную сторону то есть тебе если допустим кто-то сунет пальчик кипяток и вытащит ты почувствуешь что он обжег ему там плохо и ты будешь чувствовать в два раза сильнее чем на самом деле он чувствует ожог вот это вот стремление а у как у любого человека у нас есть функция сопереживания соответственно у тебя включается эта биологическая функция помочь другому существу но это можно биологически все исправить нервную систему нельзя восстановить оголенную нервную систему невозможно восстановить психологическим путем это дело физиологии поэтому давай сделаем так ты у нас будешь есть больше калий магний чуть-чуть железа чуть больше нормы дневной и цинк калий магний железа и цинк и наверное нужно будет убрать привычку ты у тебя уже вошло в привычку ты настолько давно это все делаешь у тебя есть нейронная связь которую ты просто привыкла увидела сразу надо почувствовать не надо чувствовать то что ты видишь в реальности этого не происходит происходит только то что переживает физически твое собственное тело все остальное это и люди поэтому с привычкой ты сможешь справиться а физиологии она подтянется когда хватит химии когда химия сделает свое дело тебя отпустит и еще помогать помоганцы вот смотрите если есть человек который говорит маша помоги мне помоги я не могу поднять это ведро вы подошли подняли ведро соответственно это ведро нужно было поднять не маши а нужно было поднять его вам потому что если вы поднимаете ведро неважно с кем вы сами не допираете до того что нужно ведро поднять используйте машу для того чтобы маша вам об этом сказала это нормальный взгляд на эта позиция сознания вот так видит мир сознания потому что у сознания нет определенных индивидуальных личностей и вся иллюзия которую мы видим сознание управляет всеми этими формами поэтому если мы чего-то не слышим другое вещество нам об этом скажет но опять же это дело рук нашего сознания если у нас не поступает сигнал о том что нужно пойти поднять ведро не надо поднимать нам ведро ведро должно оставаться неприкосновенным это вещество во вселенной которое у нас нет права нарушать порядок вещей закон не навреди был придуман не зря а так чтоб тебя это не мучило это вопрос химии восстановили в себе оголенные нервы все будет хорошо все с тобой хорошо саша александр это же саша он сегодня молчит да покажи покажи как получит саша мы с тобой будем вот так общаться для того чтобы иметь семью нужно чтобы ты был готов встретить женщину которая может тебя понять а к этому ты не готов ты не готов потому что у тебя на это не хватает времени любое свободное время ты занимаешь для того чтобы что-то изучать что-то думать мыслить двигать ту машину которую ты сейчас двигаешь вот у тебя в жизни все запущено очень много процессов взаимосвязанных друг с другом и ты эту всю эту машину двигаешь но для того чтобы увидеть женщину которая может тебя понять тебе нужно начать на нее смотреть чтобы начать на нее смотреть нужно с ней общаться для того чтобы понять с кем именно общаться тебе нужно понять с какого общества должна быть женщина то есть у тебя должны быть просто определенные стандарты вот мне нужно вот такое-то общество и какого примерно качество должна быть женщина каждая женщина имеет определенное качество одна может быть мягкая другая будет сильная третья будет такая вот такая вот какую тебе нужно ты должен почувствовать и Вот она должна быть такая прям, огонь такая, чтобы мало не показалось, чтобы весело было. Или наоборот, такая ни рыба, ни мясо, которая будет сидеть дома и не отсвечивать. Сидеть потихоньку, рожать детей, и там нигде не высовываться в ненужный момент. Три ворота. Ты просто делаешь набор вопросов, и когда ты почувствовал, что тебе нужно, и начал говорить об этом, ты её увидишь. Может быть, ты её видел когда-то, может быть, никогда не видел, но просто увидишь. Вопрос в том, что тебя нужно взять и повернуть себя в то место, в котором ты почувствовал это вот, в себе сконцентрировал и определил, какое общество эта женщина должна иметь. Рублёвка, значит, идёшь на Рублёвку общаться. Какое-то специальное общество, там, гипнотерапевтов, идёшь туда. Какая-нибудь, хочешь, там, в наше государство, иди там пообщайся. Не там, значит, иди какой-нибудь среди йогов найди, чтобы она весь день там тебе гнула, сидела как-нибудь. Ну, тебе нужно просто понять, какого общего, какого уровня женщина должна быть и какого качества она должна быть. А потом выбирай просто, тупо, по картинке. Для тебя важно, чтобы тебе картинка нравилась, поэтому у тебя всё просто. Картинка понравилась, иди разговаривай. Ну, и опять ты должен понимать, что если ты хочешь детей, детей хочешь биологических себе детей, или, в принципе, детей биологических. И так, и так можно. Ну, значит, возрастная категория у тебя тоже вполне понятная. Ищи до 50. Картинка и до 50. Самое главное, ты понял, тебе нужно сгенерировать. Тебе нужно прочувствовать и стать этой женщиной, которую тебе нужно найти. А потом она, женщины, они такие, знаешь, принцип лесбиянки, он есть у каждой женщины. Если женщина чувствует что-то в другой женщине, то, что она хочет иметь, она к ней прилипнет, прицепится, будет её любить всеми вот фибрами, всеми прям вообще вот любить. Вплоть до того, что если есть возможность физически за ручку потрогать, она придёт и будут за ручки браться, они будут трогаться, вот тискаться, вот это вот всё, обниматься. У любой женщины такая реакция на то вещество, которое ей хотелось бы зародить в себе. Если ты увидишь потенциальную форму, которая сможет стать такой, какой чувствуешь ты, она к тебе сама притянется. Тебе нужно просто её смотреть. И всё. Даже может быть многое не говорить. Просто говоришь, когда «привет, как дела?» и удерживает ощущение в себе. Если она тобой заинтересуется, хорошо. Если нет, значит, она на это просто не способна. Эта форма не способна. Ещё есть вопрос? Как приятно разговаривать с мужчиной, когда он в молчании. У меня третий день левый глаз дёргается и слезится. Так, у кого третий день левый глаз дёргается и слезится? Слезится и не дёргается. Слезится. Хорошо, это токсичная жидкость начинает давать о себе знать о том, что лимфосистема работает, и всё у вас выходит. Это побочный эффект, но он на самом деле пройдёт. Ничего страшного. Нервы нужно успокаивать. Это нервная реакция на вывод токсинов, потому что токсины выходят резко. Ну, ничего страшного. У тебя всё хорошо. Он подёргается и перестанет. И всё пройдёт. Слезится. Слезится. Ну, слезится – это, да, это лимфосистема. Спрашиваю ещё раз. Можно для Бога использовать пассажир игольчатый? Я хочу спросить про вот этот вот файл «Власть слова, сила любви». Я его всегда перед сном слушаю, пару раз послушаю и засыпаю. А когда проснусь, там, в три или в пять, я его включаю, ещё послушаю и опять засыпаю. Ну, хорошо. Как вы его правильно слушаете? Правильно, нужно, если нужно спать, нужно слушать. Если больше спать не нужно, можно не слушать. Ну, всех называют сном. Да. А, то есть днём не надо слушать, только перед сном. Это слова власти, да? Слова власти, сила любви. Сила любви. Ну, её слушают не только для спать, её слушают мужчины в случае, если нужна какая-то… Знаете, как пошёл на войну, нужно женское благословение. Пошёл на сделку, нужно, а такой женщины нет, например. Или нужно сделать что-то вообще неимоверное, а как сделать, не знаешь. Ну, капец, как нужно. Ну, в таких случаях днём, конечно, слушают. Если заведомо ты знаешь, что у тебя будет какая-то серьёзная… Там нужно сделать какой-то проект. Допустим, контракт подписан, проект нужно сделать, ты архитектор, к примеру, ну, дизайнер. А мыслей нет вообще в голове, слушай, потому что тебе нужно это из себя родить. К любви прибегают в разных случаях, но обычно в тяжёлых. Потому что пока всё хорошо, к обыкне никто не прибегает. Но днём тоже слушают, когда нужно. Ирина Орлова, можно ли это использовать на сверху? Вы читаете, где ролик? Ирина, я не сильна. Ирина Орлова из чата зачитали вопрос. Я не буду его зачитывать, потому что, ну, я просто не знаю ответа на этот вопрос. Я никогда не использовала никакие игрушки. У меня муж молодец, он со всем справляется, поэтому я не знаю. Я вот это вопрос и неграмотная. У меня есть такие игрушки, я говорю, есть тренажёры, больки, я не помню, как они называются, массажёры. И есть вот такие, как роликовые массажёры. Потому что вы говорили массажировать кости, вот эти снающиеся. Нет, 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 это должен быть просто ровной поверхности, всё. Ни в коем случае не на колючке, вы что там, а как этим работать потом, местом? И она уже поранитая будет. Как он называется? Кузнецовый. Ну, понятно. Нет, нет, ничего подобного туда не надо. Просто ровная поверхность там себе подготовили. Ну, вы можете сжимать, там есть такие мышцы у нас, вы можете их поджимать. Когда сидишь там, поджимай, и будет. Чувствуешь, что там что-то есть. Ну, и после этого нужно что-то себе сделать. Берёшь игрушку и делаешь. Или можно вокруг? Руками, не знаю. У меня есть... Алло. Вы меня слышите? Слышно, да. У меня такое состояние детства. Как скажем, такое, я знаю, низкая эвбранция, ненужности и незамеченности. И я очень много детства делаю, это как локомотив. Ну, я не знаю, я могу организм, 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 рожать, покупать, заказывать, учиться. Я не знаю, и до сих пор у меня это все. Как вот это выкладывается? Ну, состояние, как не имеет, но и созубительность в ставе окружающих, состояние, знаю, даже, ну, как активность и какой-то, какой-то отбор в городе. Ну, ты все время находишься в напряжении, чтобы доказать, что ты не верблюд. Да, мне заметили, что я должна постоянно что-то производить, осуществлять, там, не знаю, постоянно. Это у меня хуже, сколько это было. Хорошо, сейчас для кого это синдром отличницы, для кого ты сейчас должна быть хорошей? Ну, для отчих твоих, для кто меня знает, там. Ну, то есть соседи, друзья. Соседи, друзья, работа, муж. Родители. Для мужа тоже? Да, да. Я, честно говоря, из-за него пришла в машину. Он видит мои вот эти, старик 6 килограмм, уже 7 килограмм я. Останилась. Он в восторге. Он говорит, что нет, это ему мало. Ну, не могу. Ну, я, я все это понимаю, я все это загружаю. Я вижу, и у меня раздувается, я знаю, когда вот это ощущаю, у меня раздувается живот. И, ну, с живота оно тянется. Такое. Ну, это психологические спазмы, да, но в данном случае тебе... А у психологов мы не были никогда на эту тему? Ну, я просто, я, я, по-моему, от них просто не выхожу. Я постоянно там, я постоянно от них как-то справиться с новой, с новой, с новой вот этой стачей. И, ну, вот так вот. Ну, конечно, я проживаю, отпускаю. Ну, ну, это постоянно, ну, на каждое, ну, на каждое дня, я не знаю. Почему там? Так я надеюсь. Ну, меня, честно говоря, это уже там достается, по-моему. И это уже откладывается на какую-то, типа, заманки, где я думаю. То есть не хочется, не важно, сколько мне лет, не хочется родить еще ребенка, не важно, сколько мы, много лет, и так. Если это, ну, я, я резала, главное, что я добилась этой цели. Ну, конечно, это с работой на каком-то уровне, да, если вообще каким-то нормальным, где результаты, но все равно мне не дают... Не надо. Вот это и не только подходит, но какой-то самодостаточность, действительно, то есть я постоянно в поиске, в трудах достигаю с целью. Хорошо, давай сделаем сразу хирургию. Давай введем в кровь много кислоты, лимонной кислоты. Оставим тебя на... Уберем тебе соду с утра. У тебя останется вода, лимонная кислота. Ее будет много, где-нибудь стакана 3-4 в сутки. И ты можешь дополнительно найти где-то не комплекс витаминов, а отдельно, чтобы были... Отдельно цинк? Да. С ногтями у тебя все хорошо? Да. Ну, я хорошо, да, так все нормально. Гелем. В принципе, все хорошо, да. Ты можешь ключик к камере пододвинуть, чтобы я тебя близко видела? У меня пошла в себя легкие, вот лоб и немножко хрунт, 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 хрунт. Так, слушай меня, Тоня. Ты идешь в аптеку и берешь комплекс витаминов. Я не знаю, аскорбинки у вас, наверное, уже нету, такой не продается. Возьми комплекс витаминов для женщины в период менопаузы. Да. Возрастные такие витамины. Хорошо. Пей вот эти витамины, несмотря на то, что менопаузы еще нет, но все равно пей. Добавляй туда цинк и витамин С лучше не синтетически, а с водой и с лимоном. На один стакан один лимон. Если лимон маленький, то два лимона. И как долго? Мясо не едим, масло не пьем, никакое, никакое вообще. Нет, я вообще так легко переношу вот эту, где у меня это голодание, ну, передание 16, для меня, у меня столько энергии, я бы не сказал, там, я не знаю, космос полетели. И еще, давай сделаем так, тебе нужен элемент из йоги, который будет развивать грудную клетку. Да, да, вот отсюда, когда поднимается, ну, и все. У меня получается, отвергается в селку, вот, то есть я как какой-то... Месяц йоги на развитие грудной клетки, позвоночника сзади, здесь грудная клетка, пьешь эти витамины возрастные, пьешь цинк, лимон с водой и через полтора месяца тебя отпустят. Навсегда. Навсегда. Желание контролировать свое пространство. Я хочу сказать, у меня какая-то страна, что я заметила, что, скорее, мы подобраем эмоциональные порывы, очень много замалчиваю, то есть пытаюсь все время как бы как будто не выделяться. Но это не произвольно всегда получается. Я заметила, что когда долго-долго-долго сдерживаюсь, потом у меня какая-то случается ситуация, которая у меня вот так с полу стихнет, и очень сильно долго, то либо долго плачу, либо еще какая-то эмоциональная реакция. Ну, то есть это месяц-два молчу, потом эмоциональная реакция выдается, которую я уже не смогу сконтролировать. Лет нам сколько? 26. Детей у нас нет, да? Нету. И не передвигается. Ну, пока да. И секс у нас нерегулярный? Нерегулярный, да? Нет, достаточно регулярный, уфаль есть. А мужчины нет? Парень только. Ну, мужчина. Сидит, хохочет. Я просто мужчина нет. По поводу вокала у тебя как? Зажимаюсь я, когда кто-то меня рядом слышит, я начинаю зажиматься и не раскрывать свой голос. А когда все уходит, я могу расслабиться и начинаю тогда как-то петь расслабленно, естественно. То есть тоже как бы вот оно. Подавить, подавить все время есть такое ощущение. Давай будем с тобой делать так. У тебя есть возможность купить сырые яйца? Нет. А ты можешь пить сырые яйца? Противно, если надо. Противно. Нам нужно, это животный затык, он у тебя затыкнут на уровне рептильного мозга. Когда все остальные нападают, ты убегаешь. Поэтому давай мы выпьем животную таблетку. Ты просто попьешь яйца дней 10. И в момент, когда ты выпила яйца, выгоняешь всех, закрываешь двери, начинаешь петь и включаешь диктофон. Включаешь диктофон, слушаешь себя. Конечно же будешь говорить, какой ужас, какое безобразие, фу, какая гадость. Но когда послушала это все по диктофону, я тебе даже могу дать какую-то группу, называется она «Санастройка», и туда все выкидываешь. Включаешь минусовку, пишешь, записываешь себя под минусовку, поешь песенку «Три козленка на полянке», неважно какая песенка. И это все выкладываешь туда. Если ты будешь действительно отвратительна, тебе об этом скажут, и тебя это спасет. Если ты будешь идеальна, тебя это тоже спасет. Но в любом случае, 10 дней мы сидим на сырых яйцах, потом поем, потом мы поем без яйцев. А спустя 10 дней ты перестаешь петь и начинаешь рассказывать умные вещи. Ну вот то, что ты видишь, там где-то происходят кривости какие-то, неприятности, непонятности какие-то, люди что-то не видят. А ты видишь, берешь и начинаешь говорить. Вот говоришь в течение пяти минут, втираешь там что-нибудь полезное на твое усмотрение. Сразу дико извиняешься, говоришь, ребята, это моя исцелительная программа, прошу понимания. И начинаешь там на пять минут лекции. Через месяц тебя отпустят максимум, а то, может быть, и в ближайшие пять дней. И дальше не останавливаешься. Дальше ты начинаешь вести свой блог, открываешь видео на ютубе, свой канал. И начинаешь рассказывать о том, как бороздят космические корабли, чьё-нибудь черепок. Поняла. Значит, просто яйцо выпила один раз в день, сижу, напела что-то, выложила в час на стройку и переживаю это. Ну и одним глазом смотришь. Как будто снизу всё поднимается и вспыхивает, ну, как бы, даже не знаю, как это объяснить. Идёт снизу, как будто такая волна горячая, она поднимается вверх в голове, но идёт где-то от тазовых костей и вверх к черепной коробке. И при этом мне надо сразу кучу действий сделать, чтобы взять ситуацию под контроль. Если вдруг я посчитала, что она вышла из-под контроля, хотя я понимаю, что это просто... Хорошо, контролируем мы кого? Давай пример кого-нибудь. Кого мы контролируем? Ну, на работе подчинённые сделали какое-то действие. А муж у нас есть? Муж у нас есть? Муж, нет, я в даром. Так, дети есть? Да. Детей мы контролируем? Пытаемся, съехал от меня. Так, значит, не получится. Ладно, кто остались? Сотрудники на работе? Да. Несчастные люди, не кори. Ну, момент, когда ты контролируешь, расскажи мне стадии. Сначала тебе кажется, что что-то неправильно, да? Да. Потом, когда тебе кажется, что-то неправильно, у тебя сначала рот открывается? Или начинается аналитика? Как бы так завернуть в бараний рог, чтобы побыстрее справиться? Он был и аналитик. Аналитика. Значит, ты ещё и злостный хищник. В голове у тебя что происходит, когда ты понимаешь, что вот сам момент, ты поняла, что неправильно нельзя так делать? Ну, такое ощущение, что надо схватить вот эту ситуацию. Нет, это у тебя действие в голове. Расскажи ощущение в голове. Неправильно. Не знаю. Вот неправильно и всё. Надо вот делать так. А вот... Я не прошу тебя рассказать мысли твои. Я прошу рассказать, что ты чувствуешь. Ну, скорее, расширение идёт в голове. Расширение. Горячая расширение. Где? В центре? В столбике в голове? В затылке? Скорее, наверное, в затылке. Папа, у тебя тиран был? Нет. Мама тиран? Да. Можно встать? Есть расстояние отойти назад? Ну, максимум я с телефона, поэтому там. У меня широкие бёдра. А меня не интересуют бёдра. Ладно, садимся. Значит так, утром, как просыпаемся, 10 раз отжимаемся. Если можешь открывать, если не можешь, от стола. Максимальную нагрузку на шейные позвонки. Плюс берёшь в рот карандашик и этим карандашиком рисуешь восьмёрку. Вот так. Восьмёрка должна быть максимально большая, на какую только шею хватит. Как только почувствуешь, что тебе кажется, что что-то неправильно, стол и отжиматься 10 раз. После того, как ты отжалась, тебе нужно выждать 10 минут. Потому что это тот период, который заставляет тебя физиологически действовать. Но на самом деле эта эмоциональная волна, она должна физиологически прожиться и успокоиться в теле. Дальше, если ты сочтёшь это жизненно необходимым, ты откроешь рот. Если это не жизненно важно, ты умолкаешь. Контроль у тебя физиологический, у тебя кровь скипает очень быстро, и ты начинаешь действовать. Тебе нужно просто уметь выжидать момент. То есть напряжение в шее, которое постоянно держится, оно у тебя постоянное. Вот здесь вот это напряжение, оно всегда у тебя. Если у нас нет массажиста всегда рядом, если кого-то там сама у тебя не получается, если ты будешь сама расслаблять себе вот здесь, но у тебя там позвонки, они у тебя просто почти срослись на шее. Если будет массажист, который сможет тебе сделать растяжку, ты будешь меньше контролировать. Но плюс даже если тебе сделают растяжку на позвонках, тебе нужно уметь выжидать 10 минут. 10 минут – это максимальный срок, когда выкинулись гормоны в кровь, кровь перекипела и успокоилась. То есть организм сам по себе адаптируется и тебя отпустит. А дальше уже вопрос психологии. Нужно ли, зависит ли от этого твоя жизнь или нет? Если не зависит, да гори оно всё там, пропади всё пропадом, лишь бы меня не трогали. И ещё у тебя очень сильно развита, наверное, это всё же культура. За идею. Общее дело. Нет у тебя общего дела, нет у тебя общего пространства, и есть у тебя одно твоё тело, которое транслирует твою собственную иллюзию. Забудься о теле, и твоя иллюзия будет более мягкая и причесанная. Всё будет хорошо. Всё, да? Ещё одна третья. Ещё одна? Да, ещё одна. Я долго собиралась. В общем, я нашла себя в ряде рекомендаций, разумеется, с Антониной что-то я обнаружила. Не важно, имя просто могло вылететь. Ирина интересно рассуждает. Я бы хотела освободиться от этого состояния, когда я позволяю любым другим умничать, говорить так много, да, вот, или что-то объяснять мне, как мне надо думать. Потому что я ещё чего-то не знаю. И представляешь, Лена, я не то, чтобы раскрыт рот слушаю, я позволяю этим людям говорить, но ощущение, пугам идиотки, остаётся, как будто мне ещё чего-то надо выучить. А, вернует человека и говорит, ты знаешь, вот то, о чём ты сейчас мне обещаешь, я выучила в 905-м году, то есть я уже преддавала всё это. И ты понимаешь, ну, вот, как-то так взять и резко приостановить такую приятную для того человека беседу, мне он понимает, что я-то тот собеседник, который ему нужен, но мне от этого нелегче. И я чувствую себя дурой, просто дурой. Чего освободиться от этих ощущений? Идиотизм, который я испытываю, очень часто, потому что я не знаю, как он, как он, как он, как он, как он, только не может, потому что мне рассказывают, как надо жить. Ну, давай я поясню, я правильно поняла? Мы не можем сказать «нет» тогда, когда нужно остановить. Или мы удовольствие получаем? Нет, мы не получаем удовольствие, нам жаль своего времени, но действительно, правильный акцент расставит, что она хочет мне сообщить. я не успеваю, потому что я просто позволяю человеку в этот период умничать. Хотя он не умничает, он просто делится, как бы с моей. Ну, давай я скажу, что делаю я. Если это не подойдет, мы будем искать вопрос в теле. «У меня времени мало, со мной люди вообще не разговаривают». И мне никогда не приходится говорить там «Васька, мне неинтересно, мне не нужно». Если человек что-то заблудился где-то и начинает рассказывать свою докторскую диссертацию, ну, он думает, что мне это нужно, ну, по его мнению это важно, я понимаю, что для него что-то может быть важно, но явно не диссертация. Ну, явно. И я могу попросить, сообщи мне то, что мне нужно знать прямо сейчас. О, сейчас напишу. У вас записи сегодняшней встречи не будет? Что-то многие хотели бы сюда еще раз... Я вам сделаю короткую версию, я сделаю потом рекламу. Прямо сейчас. Если он не поймет, ты не понял, то, чем я могу тебе помочь прямо сейчас. И все. Если ты не можешь мне это сообщить сейчас, тогда позвони, тогда, когда сможешь. Сделать это быстро. И все. Нет, это на случай, если человек трижды не понял. Это три ракурса, когда он продолжает говорить, а мы речи... Нет, чтобы я могла тебе помочь сейчас. Что бы я могла тебе помочь, чтобы я... Ну, вообще нет. Потому что я можно ознакомить прямо сейчас. Я на случай. Ну и все. А, и все? Все. И если человек начнет путаться, он скажет, ну как, я же так много должен рассказать, когда будешь знать суть, позвони мне и сообщи ее. Все. Все. Еще, самое последнее, что в сухом остатке остается, это еще раз повторю, ощущение, что я уже сам, 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 открытили с томатами, чтобы начать, и убедиться в том, что я все это, ему могла бы в тратной форме и вложить, нет? А, ну и плюс, да, здесь стоит вопрос привязанности к информации. Давайте я вам так скажу. Вот те люди, которые проходили, Юра есть у нас здесь? Герман, например. Люди, которые проходили прошлый ашрам. Вы можете подтвердить, что, допустим, то, что я говорила на прошлом ашраме, сейчас я делаю совсем другие акценты. И есть такие вещи, которые в той группе я не задевала, но просто потому, что там не было физиологической необходимости. Здесь я говорю другие вещи, которые людям нужны, именно чтобы они могли физически справиться с тем, что им мешает дышать свободно. И вот если мы возьмем, допустим, посмотрите мои ролики где-нибудь на Ютубе лет пять назад, вы увидите общие какие-то черты, что я, в принципе, говорю об одном и том же. Но есть такие моменты, что я их повторяю просто разными примерами, разными какими-то слова новые ищу. Но когда я ищу новые слова, я никогда не обращаюсь к информации. Я стараюсь делать такие вещи, чтобы они… Если я что-то уже когда-то говорила, я это не буду повторять никогда, потому что по причине того, что это никому уже не нужно. Это принцип вот такой формы жизни, когда человек что-то сказал, и на этом эта информация закончилась, и больше она не имеет смысла для настоящего мгновения. Неважно, что я говорила когда-то в прошлый раз. Вы смотрели мои видео лет пять назад и не могли этого понять. Сейчас я с вами разговариваю, вы можете понять, задаете мне вопрос, я вам отвечаю ответом, и вы его понимаете. Это происходит, потому что я не использую информацию, которую я знала пять лет назад. Я говорю только то, что сейчас можно применить непосредственно к человеку. Это такая тонкая грань, я хочу, чтобы вы немножко поняли, что то, что я говорила или то, что я знала, если бы я читала, я бы сказала, если бы то, что я прочитала, и я бы пыталась это донести человеку, я бы донесла только информацию. И она не моя, она не имеет моего вкуса, она не имеет моего качества. Если мне нужно что-то сказать, чтобы тело меня поняло, я скажу на языке тела. И непосредственно язык тела, он не зависит от информации, которую я помню. Мне нужно эту информацию считывать тело человека. Я смотрю на собеседника, я говорю непосредственно его языком для него. Эта способность обладает каждый человек, абсолютно каждый, потому что у нас происходит синхронизация мозга с мозгом. Мы общаемся ещё до того, как мы открыли рот. И места информации либо памяти в этих мозгах ни в одном, ни в другом нет. Вот тут встанет вопрос, будет человеческое тело общаться, либо ум будет общаться. Если общается ум, дальше информации никто не пройдёт. Ум может получить удовольствие от информации, он может, он ей питается, он может нуждаться в информации, но если общается человек с человеком, здесь нет места информации. Точно так же, как если между одним и другим человеком живёт любовь, места словам или какой-либо информации там уже нет. Говорите телом, говорите сейчас, не прибегайте к тому, что вы знаете. Если вы слышите то, что вы знаете и считаете, что это информация, если вы нуждаетесь в информации, хорошо, слушайте, если нет, продолжайте жить дальше и призывайте к жизни собеседника. Тут уже либо он вас затянет в информационные потоки, либо вы его вернёте к жизни своим телом. Я очень счастлива, что я капнула. Так, можно, да, всё закрыли, мы закончили с этим. Я вас попрошу на сегодняшний день, я вам должна дать какое-то направление на следующую неделю, и я вам сейчас расскажу, как мы с вами будем выключаться. По поводу еды мы закончили, по поводу нейрообразования мы уже вопрос закрыли, ну, мне так кажется. Вопрос с телом мы разрешили, как его там последний подобрать, тоже мы этот вопрос решили. И у нас с вами остаётся такая тема, как постоянная форма жизни, которая не требует дополнительных ресурсов. дополнительные ресурсы это не только еда, это отношения, это сексуальная жизнь, это наличие каких-либо действий для того, чтобы самореализоваться. Это не значит, что нужно лечь на диван, ничего не делать, это значит, что нужно перестать об этом думать и пытаться это сделать. действия должны производиться естественно в режиме онлайн, и действие делает человеческое тело, то есть пространство. А вы, как форма человека, которая находится внутри этого пространства, просто ему вторите. Вы понимаете, вы не отдаёте все бразды правления этой форме тела, которую вы видите. Вы доверяете пространству, это ваше тело. Эта форма тела, которую вы визуально себе показываете, она просто должна вторить и идти на той вибрации, на которой находится человеческое тело, то есть то, которое сознание ваше способно уловить. Поэтому для нас очень важно, если я скажу доверяете телу, вам это ни о чём не скажет. В лучшем случае вы мне в ответ скажете, моё тело просит пирожков с капустой или там оно просит горячей ванны или оно просит секса. На самом деле телу вообще ни одно, ни другое, ни третье не нужно никогда. Это нужно только вашей индивидуальной личности. Для того, чтобы мы могли доверять телу, нам нужно, чтобы тело имело силу доминанты над умом. А для того, чтобы это происходило, нам нужно выучить всего четыре фазы, основные четыре фазы жизни человека. Для этого человек должен уметь первая фаза, он должен уметь удивляться. Если вы будете пытаться удивиться в течение дня, ваше удивление будет очень слабым по причине того, что если вы получали много информации, информацию мы получаем, как только открываем глаза, мы сразу считываем всё, что у нас вокруг находится, и всё остальное накладывается уже на эту информацию. поэтому для того, чтобы мы могли качественно испытать это состояние, которое нам необходимо, оно является порталом, проходом от индивидуальной личности к биокапсуле, капсуле тела, которую я называю вот этой формой. У неё есть такой проход через четыре фазы, и вот эти четыре фазы вы должны будете правильно пережить. Тогда вы дойдёте до момента того, что ваше тело, капсула времени, она вам откроет все ворота к геному, и вы станете полноценным функциональным человеком. Первые ворота, которые нам нужно пройти, это фазы удивления. Удивляться мы можем только в конце рабочего дня, тогда, когда у нас была достаточно активная физическая нагрузка, либо умственная нагрузка, когда мы много-много чего увидели, и этой информации стало много. Когда у нас много информации, мы начинаем её отторгать. И вот в этот момент мы должны подключить у себя такую функцию, как фантазия. Фантазия у человека дана не для того, чтобы он рисовал карту своих желаний, не для того, чтобы он чего-то хотел, а эта функция, она биологическая, она присутствует у всех здоровых, нормальных людей, детей. Это нужно для того, чтобы в каком бы возрасте человек не узнал о том, что ему нужно соединиться с телом, чтобы он смог пройти вот эти четыре стадии самоопределения. И для этого нам фантазия понадобится в очень большом ракурсе. И чем она у вас лучше, богаче, тем вам будет проще с этим справиться. Нам нужна фантазия для того, чтобы прежде, чем вы заснёте, вы смогли представить себе мир, форму жизни. не обязательно мир вот именно человеческий, любую форму жизни, которая могла бы вас удивить. Это могут быть какие-нибудь круглые стеклянные люди, это могут быть форма жизни, допустим, дома, как мыльные пузыри, может быть, у вас будут летать коровы, которые, может быть, трава будет расти у вас прям верх ногами из облаков, например. Это должно быть что-то настолько неадекватное и такое, чего здесь в вашей реальности не существует. Сейчас нам нужно накачать мышцу, которая отвечает за фантазию. Если вам это удастся, вы представите себе это и сразу провалитесь в сон. Обычно человек, когда видит сон или в предсонном состоянии, вот эти видения начинают сами появляться. То есть вы представляете, представляете, и потом что-то проявляется, и вас это удивляет. Если вы эту фазу прошли, будет хорошо. Если на первую ночь не получилось, пробуйте на следующую, на следующую, и так до тех пор, пока вы не удивитесь. И потом, когда у вас получится, делайте это каждый, каждый день до нашей следующей встречи. На следующей встрече я вам дам следующие ворота, которые нам тоже нужно будет пройти. Но до следующих ворота нужно понять. А первые ворота, они очень простые. Что такое удивиться, вы, в принципе, знаете все. Люди, которых кажется уже ничем не удивить обыденными вещами в вашей реальности, удивляйтесь необычным вещам. Умение удивиться это, наверное, шаг к тому, чтобы стать снова ребенком. Ребенка удивляет все, что он не видел. Вы ему показываете погремушку, она гремит, и у него вот такие, и он прям весь. ребенок постарше, вы ему показываете, как полетела какая-нибудь, пакетик полетел сам по себе, его никто не дергает за ниточку, у него будет удивление. Если вы покажете сами себе какую-нибудь ненормальную картинку, у вас тоже это вызовет удивление. Пришло время нам воспользоваться биологической функцией мозга, которая называется фантазией. Если вам будет удобно, встречайтесь в зуме отдельно, делитесь мыслями, если вам удобно будет, пишите об этом в чате, описывайте свои опыты. Предыдущие группы мне показывали практически полное отсутствие фантазии, поэтому я вас стимулирую, общайтесь друг с другом, представляйте вместе, занимайтесь групповой терапией, займитесь, представьте вместе один какой-нибудь мультик и попробуйте себе его вообразить. Если у одного в фантазии плохо, делайте это вместе. Пробуйте все возможные варианты для того, чтобы у вас получилось. Вопросы есть по сегодняшнему заданию? Задание понятное. Если я вас сразу еще предупрежу, если вы будете это делать лежа, вы сразу будете отрубаться, у вас сознание будет переводиться на автопилотирование и вас будет выкидывать, вы будете засыпать. Чтобы не переходить на автопилотирование раньше времени, старайтесь это делать полулежа, либо лучше сидя в кровати. Все, мы закончили. Нет, 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 это для вас, это не для меня, мне ваши глюки не надо писать, это вы пишете для себя, и потом то, что вас действительно настолько впечатлит и удивит. Вот этим вы сможете потом поделиться. Ну, я можно не буду присутствовать на этом гуляжи. Он вам напишет в чате, вы договоритесь, у вас же есть общий чат, вы там общаетесь, я просто не буду на этом присутствовать, а вы там делайте все, что хотите. Если у вас будет возможность собраться в кучу, собирайтесь. Очень хочу, чтобы Наталья Алексеева удивилась, очень хочу, удивите ее. Вообще делайте, вот когда вам удастся всем удивить Наташу Алексееву, все, можете считать, что вы справились с заданием. Каким образом вы будете это делать? Мне совершенно все равно, главное, чтобы вам нравилось. Ну, да, делайте их, хоть собирайтесь в одном городе, мне вообще не важно. Главное, чтобы вам нравилось. Германа только не дергайте часто эта просьба. просто. А это вот девочка с каштанами и волосиками. Подними руку, Наташа Алексеевна. Вот она. Вот она, помаши, помаши лапкой. Ну, Ну, попробуйте. У нее печалька, но постараемся сняться с печалью. Не, она не печальна, она просто умная очень. Умная очень? Да, она очень воспитана. Это мой агент-трансформатор, ее не так просто разулыбить. А так она, она же нас может переспитать. Может, да. Поэтому я говорю, вы все идите на ее одну. Все, мы с вами заканчиваем на сегодня. Если вы сейчас идете спать, попробуйте спать и удивиться в одиночку, ну, а потом решите, как вы будете это делать вместе. Саша, прекрасной тебе женщины, Анютка, замечательный у тебя мужчина, Ирина, найти тебе приятную игрушку, ну, и все будет у вас хорошо. Ах, 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 ах,